Приветствую, друзья-подписчики, и приглашаю вас в свою скромную студию АркТВ в Ютубе, где вас сегодня 3374 подписчика. И, конечно же, приглашаю новых друзей подписываться на мой канал в Ютубе, где благодарю вас, как вы пишете, немало интереснейших программ и интересных людей. Не сомневаюсь, что для многих из вас программы эти будут, конечно же, интересны, потому что они не как, помните, была рубрика «Голы очки секунды», это не об этом, у меня о людях. Если бы меня спросили, какова тематика моего канала, то на этот вопрос ответить мне было очень сложно, потому что здесь, ну, многое, о многом и о многих. Я бы назвал это бокс, футбол и жизнь. Бокс – это всё-таки родной вид спорта. Футболу посвящены очень многие работы, ну и моя журналистская практика, конечно же, позволяет это делать. Ну, а жизнь в своё время я представлял Украину на волнах ради свобода. И, конечно же, это была и политика, и жизнь, и острота жизни. Одним словом, каждый здесь найдёт, как говорится, по своему вкусу. Прямой эфир – Радио Филадельфия, 165FM. Фрагмент программы «Утро» с Антоном и Дмитрием Комаровыми. И полагаю, что большинство моих друзей-подписчиков уже знают эту программу, поскольку я о ней рассказывал и показывал уже неоднократно. У микрофона Дмитрий Комаров. Ну, давай коротко скажу о вчерашнем матче. Зари и Ромы принимала луганская команда у себя в гостях, команду Мау Риньо из итальянского чемпионата. Конечно, невероятная борьба точилась на каждом клаптике несчастного поля. Боролись как могли луганские футболисты, бегали, что-то делали, что-то там, как-то там, что... Но! Была одна проблема. Луганские футболисты бороли, а итальянские этого не замечали. И как-то движение не совпало. Борьба луганских футболистов никакого впечатления на итальянцев не произвела. Ну, в общем, довольно неторопливо, даже и нехотя. Заря, точнее Рома обыграла Зарю 3-0. Там прям было похоже больше на тренировку, чем на что-то другое. Заря показывает в очередной раз отвратительный футбол. Я уже не помню, какой матч в Еврокубках Заря проигрывает. То ли пятый подряд в этом сезоне. Они же в одном турнире сыграли, проиграли. В другом турнире сыграли, проиграли. И бог бы с ней с Зарей, вот бог бы с ней. Понимаешь? Плюнуть и растереть. Но они ж гады воруют очки наши, баллы наши еврокубковые. Мы потом в квалификации просаживаемся все ниже и ниже. Ну, то есть, короче говоря, не самая приятная новость. Но к поражениям украинских команд в Еврокубках мы как-то подпривыкли, к сожалению. Ну и что, очень быстро пробегусь я по диагонали, по анонсам разных чемпионатов. Тем более, что у нас предстоит длинная пауза. До 20-го числа эта пауза будет. И кто любит именно чемпионаты стран, да, вот могут наслаждаться перед большим перерывом. Ну, во-первых, конечно же, в украинском чемпионате 3-го числа, топ-то, в воскресенье, Динамо, Киев, Шахтер. А это уже не суперкубок, это уже не прогулочный матч, это уже не выставочная борьба, а это настоящая драка за первое место. По крайней мере, за звание зимнего чемпиона, можно и так говорить, да. Мы опережаем Шахтер на 3 очка, если мы выиграем, отрываемся на 6, если проигрываем, сравниваемся, и там уже будет все зависеть от других исходов. Динамо Киев в последней игре против Баварии не показало ничего. Шахтер в игре с Интером показал довольно грамотный и интересный футбол. Позитивным для Динамо стала сильная, жесткая и жестокая травма колена главного нападающего Шахтера Траоры. Это может как-то скрасить жизнь киевлянам, ну, потому что основной нападающий вылетел и вылетел. Ну, я так думаю, если это травма колена, он ложится под нож, судя по сообщениям пресс-службы, это полгода где-то так на восстановление. В общем, в любом случае, матч будет нервный, матч будет боевой. Посмотрим, какие карты покажет, какие карты, какие козыри достанет Лучевку. Ну, и в Дидзербе, в принципе, плюс-минус понимаем, как это все будет выглядеть со стороны Шахтера. Остальные матчи, в общем, конечно, такого интереса не вызывает, но между делом можно отметить Зарю. Которая будет играть с Десной, Заря находится на четвертом месте, Десна на седьмом, но там очки 17-16 очков, разница невелика, поэтому победитель тоже оторвется от проигравшего на много. Заря, при том, что ничего не показывает в европейских кубках во внутреннем чемпионате, как-то там играет более-менее нормально, очков давно не теряла. У Десны все гораздо хуже, ну, посмотрим, да, посмотрим, чем этот матч закончится. Все остальное довольно дежурные, проходные, единственное, что там может быть матч Ворсклы, которая находится на третьем месте и будет играть с Ингульцом, ну, может быть, это привлекает внимание. Все остальное, еще раз повторю, очень проходные игры. А Шахтер-Динамо, конечно, Динамо-Шахтер, точнее говоря, будем обсуждать в понедельник, и результаты самой игру, несомненно. В английском чемпионате, где все гораздо веселее и интереснее, здесь надо отметить важный центральный матч тура Манчестер-Сити-Ливерпуль. Точнее, Ливерпуль-Манчестер-Сити играет в Ливерпуле. Значит, после победы Манчестер-Сити над Челси, Манчестер-Сити вышли на второе место и отстают от Ливерпуля, который находится на первом месте, на одно очко. 14 у Ливерпуля, 13 у Манчестер-Сити. Соответственно, это тоже матч за первое место, без дураков вообще, да, кто победит, тот на первом месте. Ливерпуль хорош в атаке, прямо у них там все срослось, все прекрасно, и, ну, там более-менее защита, хотя и хромает, не такая железобетонная, как была в позапрошлом году, в позапрошлом сезоне, точнее говоря, но, в принципе, как наладилось там у них. Но в атаке все весело. Посмотрим, подберет ли тактические, прежде всего, ключи, гвардиолог Клопу. Одного немецкого тренера он уже обыграл. Теперь поглядим, как разберется с другим. Очень интересный матч, центральный матч тура по-любому. Второй центральный матч тура, это, конечно, Манчестер-Эвертон. История заключается в том, что у Манчестера и у Эвертона одинаковое количество очков, по 13. Соответственно, опять же, кто из них выиграет, тот отрывается от преследователя на 3 очка и создает себе такой, ну, хоть какой запас, да. А Эвертон после смены тренера Карла Анчелотти на, что-то, господи, вылетело. На испанца нашего-то, причем интересная там замена, он тренировал Рафа Бенитес, конечно. Значит, на Рафу Бенитеса. Бенитес тренировал до этого злейшего соперника Эвертон Ливерпуль. И после перехода в Эвертон там болельщики чуть ли не убить грозились Рафу Бенитеса. Но при Бенитесе Эвертон начал показывать стабильные и хорошие результаты. И как-то все к шестому, к седьмому туру подзабыли, что Рафа перешел из Ливерпуля. И как-то уже там что-то нормально. В общем, посмотрим. Бенитес тренер более опытный, безусловно, чем Суршьяер. Но у Манчестера появился Роналду, конечно, который делает результат. Просто тупо делает результат. Будет интересно, но я бы ставил, конечно, на Манчестера. Ну, тут вот как бы другого варианта нет. Челси, которая проиграла последний тур у Манчестер-Сити, будет играть с Таутгемптоном. Тут им надо, значит, и справляться, не терять очки и спасаться. И Тоттенхэм. Еще один интересный матч. Тоттенхэм будет играть с Астанвиллой. У Тоттенхэма плохая ситуация. Они уже на 11 месте. И там плохо все с защитой. Ну, короче, там плохо везде. Во всех связках, даже в хорошем нападении, тоже все плохо, как ни странно. А Астанвилла, это команда, которая не будет дарить очки. Астанвилла обыграла в прошлом туре, обыграла Манчестер-Юнайтед, например. Да, скромненько, тихо, но обыграл. И уверен, что Астанвилла даст бой и Тоттенхэму, которые находятся не в самой лучшей форме. Короче говоря, вот этот тур, он довольно сильно рассеет команда английской премьер-лиги на первые 5-6 мест и всех остальных. Да, будет забавно и будет интересно посмотреть на большинство матчей. Хотя, конечно, матч Ливерпуля и Манчестер-Сити стоит на первом месте. Испания. Тут тоже все интересно. Мы уже говорили, что после поражения Барселоны, ну, просто вот позорного поражения Барселоны от Бенфики, зашел разговор, опять зашел разговор о подставке Кумана, и уже даже все согласны выплатить ему эти 12 миллионов на компенсацию. Ну, короче, все уже на все согласны. Надо менять тренера. Другой вопрос, кто, да, кто будет этот тренер? И какая будет у него зарплата? Потому что в Испанской Ла Лиге есть лимит зарплат, и прямо у Барселоны там все плохо. Там денег они имеют право выделить на зарплаты, что-то, я не помню, там, 56 миллионов, что-то такое. Чтобы ты понимал, Реал по этим правилам может выделить на зарплаты порядка 700 миллионов. Ну, так вот, для понятия, да. Но Реал просто вел грамотную бухгалтерскую работу всю дорогу, а все остальные, значит, раскидывали баблом налево и направо. Ищет Атлетико, Барселона встречается с Атлетико. Атлетико идет на втором месте, нет, соврал, на четвертом они сейчас идут вместе. Но там, короче говоря, они дышат в спину и Мадриду, и Севии, всем они дышат в спину, там очень плотно все наверху. Даже если Атлетико Мадрид будет принимать у себя дома Барселону, я думаю, матч ничем хорошим для Барселоны не закончится. Команды Симеона умеют дорывать ослабленного соперника, как никто другой. Но, но, говорил это вчера, повторю сегодня, в наших эгоистических интересах было бы крайне хорошо, чтобы Барселона как минимум сыграла в ничью. Ну, короче, нам выгодно, чтобы Куман остался. Почему? Потому что, если сейчас Куман треском проигрывает Атлетико Мадрид, он вылетает, и на его место приходит вообще неважно кто, кто-то исполняющий обязанности, да, левый Вася, со своим видением и со своим взглядом на формирование команды. В любом случае, приход нового тренера, это какая-то встряска, да, это какая-то перестройка. К тому же еще и Куман, ну, в общем, не очень хороший тренер сам по себе. А у нас следующий матч у Динамо Киев в Лиге Чемпионов с Барселоной. Но он аж 20-го числа, вот из-за этой паузы огромной. То есть, если сейчас Кумана уберут, то тренер, любой тренер за 15 дней успеет встряхнуть команду и привести ее, ну, в какое-то более-менее божеское состояние. Понимаешь? А если Кумана таки оставят, то и, как бы, и состояние останется тоже. И Динамо Киев будет иметь шанс в Лиге Чемпионов ну, хотя бы там грохнуть дома хотя бы эту Барселону, потому что там спарка получается. Мы сначала 20-го играем в гостях, а потом то ли 3-го, опять же, то ли 5-го, я сейчас не помню, дома. В общем, короче, я буду болеть за Барселону, ну, как это ни странно. Но против Атлетиков. А я буду болеть за Кумана. Куман наше все, он должен остаться. Реал Мадрид сыграет с Испаньолом. Не вижу шансов для Испаньола по самым разным причинам. Например, по той причине, что по ходу приезда Реал Мадрида в Барселону, а Испаньол это тоже каталанский клуб, будут идти переговоры о том, чтобы Испаньол взял в аренду одного игрока Реал Мадрида. Им нужен этот игрок Реал Мадрида. Прям нужен. Они хотят взять его в аренду. Будут вести переговоры. Ну и как-то, я не знаю, в общем. Может, подарят пару голов, как Ренат Леонидовичу, понимаешь? Могут быть разные истории в этом плане. Нет, ну вообще в Испанской Ла-Лиге с такой не играют, как правило. Валентия с Кадисом. Ну и, пожалуй, из интересных матчей все. Да и Валентия с Кадисом тоже так себе матч. В общем, Барселона-Атлетико и Реал Испаньол это вот главные матчи недели. И мы будем за ними внимательно наблюдать. Ну и, пожалуй, что все. Любителям развеселости, веселых видов футбола во французский чемпионат. Здесь Парисен Жермен будет играть с Реном. Такой крепкий середняк, который, в принципе, конечно, крепкий, но середняк. И я думаю, что, наконец-то, вся эта троица Мбаппе, Неймар и Месси, ну, наконец-то, накидает полную кошелку голов хоть какой-то команды. Ради чего их, собственно, и покупали-то. Всех вместе сгоняли. Не для того, чтобы они 1-0 выигрывали или проигрывали, а чтобы было в 10-0. И вот как раз шанс на это буквально-таки 3-го числа и будет. 3-го числа в воскресенье Парен принимает у себя Парисен Жермен. Парисен Жермен. И это не стихи. Всё, ребят. Это, напомню, был Дмитрий Комаров. И буду вам признателен, друзья-подписчики и не подписчики, если в комментариях вы выскажите и свою точку зрения. О традиционных лайках не прошу. Это на ваше усмотрение. А вот за комментарии, которые вы, надеюсь, будете оставлять и на моём канале в Ютубе, и в блоге на сайте Динамо Киев от Шурика. Буду вам признателен. Буду признателен тем из вас, кто будет рекомендовать своим друзьям подписываться на мой канал в Ютубе. Будьте все здоровы, благополучны и заканчиваю обычно своим традиционным. Несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Быть добру искренне ваш Дэви Аркадьев. Бог даст до новых встреч.